МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же такое ломбард и почему мы сейчас вновь возвращаемся к этой теме? Какие опасности ждут жители региона при обращении в эту финансовую организацию? Добрый день. Еще раз хочу сказать, что опасности на финансовом рынке есть всегда, но ломбард это легальная организация, которая состоит в государственном реестре Банка России на сегодняшний момент, и которая осуществляет профессиональную деятельность по выдаче займов под залог движимого имущества. Будь то ювелирные изделия, бытовая техника, либо автомобиль, транспортное средство какое-то. И на самом деле этот финансовый институт очень древний, и в настоящее время тоже очень распространен как на рынке России, так и на нашем региональном рынке в том числе. Почему люди идут именно в ломбард? Почему ему не пойти в банк и не взять тот же самый кредит? Ну, на самом деле, обращаясь в ломбард, человек несет какую-то вещь, и по сути рискует только этой вещью, да, и у него еще есть право выкупить эту вещь через определенный срок. И, в принципе, человек как бы надеется, да, получить сейчас какой-то займ, да, необходимую сумму, которая ему нужна, а впоследствии обратно выкупить свое, допустим, ювелирное украшение какое-то или изделие. Ломбардный рынок, на самом деле, очень популярный, и в среднем, в настоящее время, за 9 месяцев прошедшего года, объем заемных средств, полученных нашими гражданами, вырос почти на 9 миллионов рублей и составлял 260 миллионов рублей. Это очень большая сумма. При том, что количество заключенных договоров уменьшилось на 14%, а составило на около 39 тысяч договоров. Это значит, что люди просто больше денег стали брать, да? Да, средняя сумма займа увеличилась где-то на тысячу, так, с небольшим, и составляет 6,6 тысяч рублей. Вы статистику какую-то ведете? Кто чаще обращается в ломбард? Молодые люди, пенсионеры, мужчины, женщины? Да, такая статистика есть. Вот у нас где-то 43% клиентов ломбардов – это люди среднего возраста, 45 лет и выше, и 55% – это в основном женщины. И 72 клиента ломбардов из этих заемщиков – это, как правило, постоянно клиенты. То есть как раз переобращаются постоянно? Да, ну уже привыкли, может быть, привычно, может быть, удобно стало, как-то понравился такой, скажем так, финансовый институт, да, и вот люди этим пользуются. Я знаю, что на ломбардном рынке произошли существенные изменения, и что людям сейчас необходимо знать об этом? Ну, важно знать то, что с 11 января прошлого года теперь ломбардная деятельность носит заявительный характер, и в реестр ломбарды попадают только после того, как подадутся соответствующие заявления в Банк России и необходимый пакет документов. И после рассмотрения всех необходимых условий, требований, которые Банк России предъявляет вот этому виду профессиональной деятельности после прохождения проверки этих документов, Банк России принимает решение либо включения в реестр, либо отказ. Что касается тех ломбардов, которые уже давно существуют на рынке, то они до 9 июля прошлого года должны были подать заявление и тоже, скажем так, как определенные документы предоставить, и тем самым попасть в государственный реестр Банка России. Подтвердить свою легальность. Да, подтвердить свою легальность, по сути. Сразу хочу сказать, что количество ломбардов у нас уменьшилось, и в настоящий момент региональных ломбардов на территории Тверской области всего 17. 17 по всей области, да? А было больше? Конечно. Было больше. Несколько лет назад было 50-40. О, 50, ничего себе. То есть они прошли проверку легальности, да? Ну, кто-то по другим причинам ушел с рынка. Там же много других факторов, которые влияют на деятельность. Все-таки понижение ставки тоже, безусловно, влияет. Может быть, не так выгодно сейчас для самих ломбардов эта деятельность, потому что полномерная политика Банка России по снижению вот этой процентной ставки, тем самым в защите прав потребителей финансовых услуг тоже накладывает определенный отпечаток на вот эту деятельность. Но, тем не менее, у нас все-таки достаточно широкая сеть. Есть сетевые ломбарды с широкой разветвленностью. То есть это не только региональные ломбарды? Да, да, с широкой филиальной сетью, обособленные подразделения. Есть, которые специализируются именно на ювелирных изделиях и региональные ломбарды небольшие. А есть, которые специализируются на принятии машин? Да, конечно. Но в целом где-то 70% компаний, ну именно ломбардов на этом рынке, это небольшие ломбарды с портфелем не более 10 миллионов рублей и с численностью сотрудников менее 10 человек. Чем рискуют жители региона, который пришел в такой, в нелегальный, скажем так, ломбард? То есть он рискует свою вещь уже обратно не получить? Да, обязательно любому гражданину, обратившемуся в ломбард, необходимо внимательно прочитать договор и посмотреть, что вы подписываете. Потому что официальный ломбард, во-первых, он должен содержать в своем названии слово ломбард, ну как я уже сказала, должен быть в реестре. Плюс вам должны предоставить договор займа, содержащий индивидуальные условия и залоговый билет. Теперь это объединено в один документ, в котором отражены основные моменты займа, основные позиции относительно залоговые ваши вещи. Поэтому если вам вместо этого предоставляют какой-то иной документ, договор купли-продажи, например, или какой-то договор скупки, то, скорее всего, вы обратились в нелегальную какую-то организацию, потому что очень много нелегалов действует под прикрытием комиссионных магазинов. И вы рискуете, безусловно, расстаться со своей залоговой вещи золотой, то есть и вообще потерять какие-то финансовые, потерпеть финансовые какие-то ущербы. А потому, прежде чем нести вещи в ломбард, на что нужно внимательно посмотреть? Ну, внимательно необходимо посмотреть на саму эту организацию, на ее название, ее реквизиты. Как я уже сказала, проверить можно организацию на сайте Банка России, в государственном реестре ломбарда, либо просто в справочнике финансовых организаций, забив туда эти реквизиты. И, кроме того, Банк России публикует список организаций, осуществляющих с признаками нелегальной деятельности, по которым направлены официальные материалы в правоохранительные органы для проведения оперативных мероприятий и проверки, ну, скажем так, факта вот этой нелегальной деятельности. Поэтому, если каким-то образом вы видите или вы обратились в ту организацию, которая находится в этом списке, тогда, скажем так, лучше вам, скажем так, не подписывать никаких с ней документов и на всякий случай еще раз сообщить об этом правоохранительные органы и Банк России. Ольга Олеговна, ну, совет жителям региона под конец программы, нужно ли бояться ломбардов? Я считаю, что легальных ломбардов бояться не стоит, как любой финансовый институт, он имеет право место быть. И поскольку пользуется достаточно такой популярностью, он востребован у наших граждан. Это как любая коммерческая деятельность, которая существует в экономике. Просто нужно быть, безусловно, внимательным, когда подписываешь документы, и четко понимать, что всегда необходимо ту информацию, которую вы получаете, проверять. Проверять в легальных источниках, в официальных сайтах. Да, это очень важный совет, тем более, что когда у нас сейчас, к сожалению, еще больше активизировались мошенники, любую информацию нужно проверять. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности отделения «Тверь» Банка России. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Спасибо, до свидания.